Приветствуем вас на канале GESIT.com. В прошлом видео мы затронули тему создания игровой системы начального уровня с 4 гигабайтами ОЗУ и бюджетными видеокартами серии Radeon RX 460 или GeForce GTX 1050. Теперь давайте оценим, насколько изменится уровень производительности той же конфигурации в режиме Full HD, если добавить ещё одну планку на 4 гигабайта, реализовав таким образом двухканальный режим работы ОЗУ и доведя общий объём до 8 гигабайт. Тестовые стенды практически не изменились. В роли процессора выступает двухъядерный Pentium G4560, который установлен на материнской плате Ezra H110M HDS. Под система оперативной памяти теперь включает в себя одну или две планки комплекта DDR4-2400 Gale Evo Forza. А за обработку графики отвечают исключительно видеокарты HIS RX 460, i-cooler 2 гигабайта и 4 гигабайта. Переходим к тестам. Dirt Rally при очень высоком пресете графических настроек требует чуть больше 2 гигабайт видеопамяти. Поэтому особой надобности в использовании 4 гигабайтной RX 460 нет. По ходу бенчмарка сразу же видим, что в двухканальном режиме уменьшается нагрузка на CPU из-за меньшей загрузки контроллера ОЗУ. Но самой оперативной памяти требуется больше. А вот на производительности это особо не отражается. Средний показатель в обоих случаях составил 56 FPS, а по минимальному система с двухканальным режимом оказалась впереди 47 против 46 кадров в секунду, то есть почти на 3%. Выбор высокого пресета в Total War Warhammer приводит к использованию менее 2 гигабайт видеопамяти. Разница в среднем показателе минимальная 50 против 48 FPS в пользу двухканального режима 8 гигабайт ОЗУ, что эквивалентно 4%. В качестве дополнительных преимуществ отметим большую стабильность частоты кадров и меньшую нагрузку на процессор. Far Cry Primal с высокими настройками требует более 2 гигабайт видеопамяти, поэтому в сравнение добавлена 4 гигабайтная RX 460. Наиболее плавным видеоряд был именно в связке 4 гигабайтной видеокарты и двухканальной ОЗУ. В остальных случаях темп видео местами напоминает стиль вождения новичка-любителя, который ещё не приноровился правильно выжимать сцепление. Это отлично иллюстрирует минимальный FPS. У младшей RX 460 переход с одной на две планки памяти сопровождался повышением минимального показателя с 14 до 28 кадров в секунду, то есть в два раза. Средний же показатель вырос лишь на 13% с 39 до 44 FPS. У 4 гигабайтной версии результат ещё выразительнее. Минимальный FPS увеличился на 280% с 10 до 38 кадров в секунду, а средний на 10,5% с 38 до 42 кадров в секунду. Rainbow Six Siege при высоких настройках графики вполне играбельна даже при наличии 4 гигабайт ОЗУ, но 8 гигабайт в двухканальном режиме уменьшает нагрузку на процессор и существенно поднимает минимальный показатель, то есть делает фреймрейт более плавным и стабильным. Так, для 2 гигабайтной RX 460 мы видим изменение минимального показателя с 7 до 18 FPS в полтора раза, а средний улучшился лишь почти на 1 FPS с 80 до 81. У 4 гигабайтной видеокарты минимальный показатель вырос на 139% с 24 до 58 кадров в секунду, а средний уменьшился менее чем на 0,5 кадра. Для запуска Z-Division использовались низкие настройки графики. При двухканальном режиме 8 гигабайт ОЗУ плавность видеоряда была заметно лучше, хотя разница в средних показателях не столь существенная. Например, фреймрейт младшей RX 460 в одноканальном режиме при 4 гигабайтах ОЗУ местами проседал до 6 FPS, а при двухканальном режиме он не опускался ниже 55 кадров в секунду. А вот разница в средних показателях достигла всего 14 FPS или почти 23%. Для 4 гигабайтной RX 460 минимально замеченный показатель составил 9 кадров в секунду в одноканальном режиме и 58 FPS в двухканальном. Разницу даже страшно произносить вслух. Разрыв между средними показателями сокращается до 19 FPS или 32%. То есть плавность и комфортность видеоряда в разы лучше. Rise of the Tomb Raider даже при средних настройках заметно подтормаживает, как иногда мужчина перед ЗАГСом. Хотя по лицам собравшихся, то есть по мониторингу среднего показателя, всё идёт нормально. Не спасает ситуацию и 4 гигабайтный видеобуфер RX 460. Если же в наличии всего 2 гигабайта видеопамяти и 4 гигабайта ОЗУ, то приготовьтесь к минимальному показателю в районе 1-5 FPS. Добавление в систему ещё 4 гигабайт ОЗУ с организацией двухканального режима обеспечивает рост минимального показателя до 20-40 кадров в секунду. Разница между средними показателями не такая впечатляющая – 53 против 48 FPS, то есть около 10%. Для 4 гигабайтный RX 460 рост минимального показателя составил от 2-11 до 20-32 кадров в секунду. Разрыв по среднему показателю гораздо ниже – почти 3,5 FPS или 7%. GTA V была запущена при высоком качестве текстур и шейдеров, потребовав более 2 гигабайт видеопамяти. Поскольку бенчмарк автоматически не подсчитывает средний показатель, то для оценки результатов мы следили за минимальным показателем каждого участника. У младшей RX 460 при одноканальном режиме и 4 гигабайтах ОЗУ он опускается до 6 FPS, а при двухканальном и 8 гигабайт – до 41 кадра в секунду. Визуально в первом случае были очень заметны фрезы и подтормаживания, а по ходу теста разница текущих показателей почти всегда находилась в диапазоне 10-30 FPS. С 4 гигабайтной RX 460 наблюдается похожая картина. Минимальный показатель в одноканальном режиме составил 18 FPS при заметных фрезах, а в двухканальном – 42 кадра в секунду при полностью плавном видеоряде. Пресет с высокими настройками графики в Shadow Warrior 2 вполне комфортен даже на 2 гигабайтных RX 460, поэтому старшую версию мы не подключали. В приблизительно одинаковых сценах разница во фреймрейте субъективно не превышала 3-5 FPS в пользу двухканального режима работы в 8 гигабайт ОЗУ. Традиционно нагрузка на процессор в таком случае была ниже. Живой геймплей в Battlefield 1 при низких настройках графики будем оценивать по одной из похожих сцен. Двухгигабайтная RX 460 при одноканальном режиме 4 гигабайт ОЗУ выдавала порядка 52 FPS при неполной загрузке GPU. А после активации двухканального режима для 8 гигабайт ОЗУ в 87 кадров в секунду у старшей RX 460 наблюдаем похожую тенденцию. Процент использования GPU выше, а разница составляет 77 против 91 FPS. Завершаем тестирование не слишком требовательной Sniper Elite 4 при высоком профиле графических настроек. В обоих случаях фреймрейт держался в районе 35-45 FPS. Но двухканальный режим при 8 гигабайтах ОЗУ не обеспечил заметного превосходства над 4 гигабайтами в одноканальном режиме. В одной из похожих сцен имеем 43 против 42 FPS. С другой стороны при одноканальном режиме местами проскакивают фрезы, которые мешают полноценному погружению в игровой процесс. Что же мы видим в итоге? Добавление 4 гигабайт ОЗУ и активация двухканального режима работы в ряде игр приводит к заметному увеличению среднего показателя FPS, местами до 30%, но в большинстве случаев прирост не превышает 10-12%. Однако гораздо важнее то, что существенно повышается минимальная частота кадров. Нередко прирост выходит за рамки 100%. А это напрямую влияет на плавность видеоряда, отсутствие фрезов и подлагиваний. Это было хорошо видно в Far Cry Primal, The Division и Rise of the Tomb Raider. Средние показатели находились на приемлемом уровне выше 30 FPS. Но при 4 гигабайтах оперативной памяти в одноканальном режиме играть было бы очень некомфортно с периодичными просадками до 10 FPS. Поэтому если вы изначально ориентируетесь на требовательные проекты, то следует сразу же задуматься об организации двухканального режима работы оперативной памяти с минимальным объемом 8 гигабайт. Лучше купить два одинаковых модуля ОЗУ и посидеть первое время на старой видеокарте или встроенной графике, чем терпеть фрезы и подергивания с 4 гигабайтами ОЗУ в одноканальном режиме. Если же вы поклонник нетребовательных проектов типа Dirt Rally или еще более слабых, то вполне можно обойтись 4 гигабайтами ОЗУ в одноканальном режиме. Кстати, в одном из следующих геймплейных видео мы обязательно расскажем и покажем, на что способна встроенная графика процессора Pentium G4560. А пока всё. Надеемся, видео было для вас приятным, полезным и информативным, поэтому заслужит ваши лайки, комментарии и репосты. Подписывайтесь на канал, ведь с нами интересно. Всего вам хорошего и до новых встреч!